МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире обзор прессы. Как обычно, мы расскажем о самых важных публикациях прошедшей недели. И главное событие, безусловно, 1 сентября. В День знаний в Чувашии пошли в школу более 130 тысяч детей-подростков. Это население такого города, как Новочебоксарск и Шумерлинского района, вместе взятых. Одних первоклашек набралось на целый Янтиковский район, более 15 тысяч человек. Газеты сообщают, что накануне Дня знаний в деревне Алабу-Сюрбеево Комсомольского района открылась новая общеобразовательная школа. Глава Чувашии Михаил Игнатьев, открывая ее, подчеркнул. В прошлом году посещали старую школу, выслушивали наказы учителей и родителей. И теперь, в новом учебном году, дети будут учиться в комфортных условиях. Мы все хотим, чтобы у наших способных, целеустремленных детей было хорошее будущее. Игнатьев отметил, что в регионе ежегодно вводится в эксплуатацию одна-две школы. В течение ближайших 10 лет запланирована реконструкция и строительство 32 школ на 16,5 тысяч ученических мест. На эти цели будет направлено 12,5 миллиардов рублей. В преддверии 1 сентября в Чебоксарах прошла ежегодная августовская конференция педагогов. Их заслуги перед столицей республики отметил глава города Чебоксары Леонид Черкесов. Об этом рассказывает газета «Чебоксарские новости». И приводит слова старшего воспитателя детсада номер 52 Елены Аркадьевой. «У нас в пополнение придут самые маленькие горожане. Я и мои коллеги поможем малышам адаптироваться в социальной среде. Каждому подходим индивидуально. Поддерживаем детскую инициативность. Вместе стараемся познавать что-то новое и интересное. Приятно, что наши успехи замечают». На конференции Леонид Черкесов остановился на основных достижениях столичной системы образования и рассказал о перспективах. В Чебоксарах начато строительство общеобразовательных учреждений. В конце этого года планируется сдать первую новую школу по улице Гладково. В дальнейшем будет возведено 10 новых школ. Задача на ближайшую перспективу создать при федеральной финансовой поддержке детский технопарк, продолжить строительство детсадов. Их на будущий год запланировано три. «Кадровая основа, профессиональная компетентность чебоксарских педагогов позволят нам успешно реализовать эти проекты», – подчеркнул глава города Черкесов. Еще одна тема, которой газеты в последнее время уделяют повышенное внимание – выборы. Тон недели задал глава Республиканского центра избиркома Александр Цветков. Он сообщил, что в Республику из Федерального центра поступило 38 тысяч открепительных удостоверений. Почти 2,5 тысячи из них уже выдано. Впрочем, эта цифра совсем невелика. Это всего 0,25% от общего числа избирателей. Газета «Советская Чувашия» приводит слова Цветкова. Причина получения открепительного удостоверения должна быть действительно уважительной. Ведь только проголосовав на своем избирательном участке, избиратель может полностью реализовать свое избирательное право. В день голосования, 18 сентября, избиратели в Чувашии получат 4 бюллетеня. Два по выборам в Госдуму и два по выборам в Госсовет. Голосовать будем за партию в целом и за конкретного человека – одномандатника. А вот газета «АИФ Чувашия» раскрывает иной аспект выборов и настоятельно рекомендует внимательно читать сведения о кандидатах, которые Центризбирком вывесят на каждом избирательном участке. А там много интересного. В частности, партии КПРФ и «Справедливая Россия» пытаются провести в депутаты людей с судимостью. 10 кандидатов в прошлом судимо, сообщает издание. «АИФ» пишет. Другая тема, вызвавшая пристальный общественный интерес в судимости некоторых кандидатов. Разумеется, в прошлом. Разумеется, погашенные. По закону человек восстановлен во всех правах, включая право быть избранным. Другой вопрос – как отнесется к такому кандидату-избиратель? Поверит ли он людям, у которых в биографии судимость? За мошенничество, растрату, хищение, клевету, уклонение от уплаты налогов, халатность и другие вещи – весьма сомнительные с точки зрения морали, хоть и погашенные с точки зрения закона. Новый Чебоксарск отметил День города. Торжествам по поводу 56-й годовщины со дня создания города химиков газета «Грани» посвятила почти весь номер. Концерт рок-группы на крыше музея, фестиваль резчиков по дереву бензопилой, творческий бульвар – это из развлечений. На верхней набережной Волги местные власти заложили камень обещания, который стал символом будущего благоустройства прибрежной полосы, а по соседству поместили проект ее реконструкции. Ну а в самой редакции газеты обсудили благоустройство города. В частности, речь шла о будущем Ельниковской роще. Журналисты отмечают, что в последнее время парк сильно меняется, появляются аттракционы, летнее кафе. В основном, но у чебоксарцы такие изменения приветствуют, но есть и те, кто переживает за судьбу деревьев. Участники круглого стола успокоили и тех, и других. У рощи статус особо охраняемой природной территории. И только на небольшом участке, в ее парковой зоне, развиваем аттракционы. Это всего 7 гектаров из 140, которые занимает сам парк. Вопрос сохранения рощи – это прежде всего большая работа, которая проводится по сохранению деревьев, санитарной вырубке и уборке валежника, говорит директор Ельниковской рощи Валерий Андреев. Его коллега, заведующий сектором онкологической безопасности и благоустройства администрации Новочебоксарска Андрей Шершов добавляет. «Мы защитили рощу тем, что в свое время придали ей статус особо охраняемой территории. Там никто не может самовольно рубить деревья и что-то строить. Сейчас разрабатываем программу развития рощи на следующие 3 года. Горожанам надо понять, что Ельниковская роща – это не парк Петергофа. Здесь не будет газонов и тротуаров. Наша роща – особо охраняемая природная территория. Есть такие места, куда не заходят даже работники парка. Вторая часть проекта касается развития парковой зоны. Это аттракционы, зоопарк. В рощу проведем, канализацию и воду. Есть еще проекты по освещению и созданию условий для отдыха горожан самого разного возраста. Малышей, их родителей, бабушек и дедушек, молодежи. Одна из идей, кстати, создать в рощу эту деревню. Поживем – увидим. На сегодня это все. Обзор прессы следит за развитием событий. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин